Теперь осмотрим особенности строения тканей животных организмов. Различают четыре типа тканей. Эпителиальная, соединительная, мышечная и нервная. Наружную поверхность тела животных, а также полости внутренних органов, например, ротовую полость, полость желудка, кишечника, выстилает эпителиальная ткань. Клетки ее очень плотно прилегают друг к другу, а межклеточное вещество почти отсутствует. Такое строение обеспечивает защиту нижележащих тканей от высыхания, проникновения микробов, механических повреждений. Эпителиальная ткань участвует и в образовании желез, слюнных, потовых, поджелудочной, печени и других, которые выделяют важные для организма вещества. Опорную и защитную функцию в организме животных выполняет соединительная ткань. Она же в значительной степени определяет и форму их тела, может служить энергетическим депо и предохранять организм от потери тепла. К этому типу относятся костная ткань, хрящ, жировая ткань, кровь и другие. Несмотря на большое многообразие, все виды соединительной ткани объединяют одна особенность – наличие большого количества межклеточного вещества. Оно может быть плотным, как в костной ткани, рыхлым, как в тканях, заполняющих пространство между органами, и жидким, как в крови. Нервная ткань образует нервную систему животного. Ее основу составляет нервная клетка. Она состоит из тела и многочисленных отростков различной длины. Один из них обычно особенно длинный. Он может достигать в длину от нескольких сантиметров до нескольких метров. Основное свойство клетки – это возбудимость и проводимость. Важная особенность животных – их способность к передвижению. Движение большинства животных – результат сокращения мышц. Мышцы состоят из мышечной ткани. Различают гладкую и поперечно-полосатую мышечной ткани. Их основное свойство – возбудимость и сократимость.